Поп-музыка Концерт в Санкт-Петербурге. Музыка против консерватизма. Откровение как творческий принцип. Это история их жизни. И их по-прежнему не догонишь. Юля Волкова, Елена Катина. Лайв. Да, сейчас нам, конечно, предстоит. Надо обсудить нам все и все по поводу вылетов. Собственно, это наш офис, где мы проводим всякие мероприятия, собрания, обсуждения. Знакомьтесь, это наша Элечка, наш ассистент, кто с нами всегда рядом, кто нам всегда все делает для нас. Вообще, как наша, в общем, вторая мама. В основном покупает таблетки от вредности. И наш доктор личный, наша мамочка, наша сестренка. В общем, человек, кто о нас заботится, собственно, делает для нас все. Это нашка Дашка. Это Даша, Медша, Мэйбиша, Медсубиша. Это человек, кто занимается самыми, вообще, самыми важными, вообще, вещами для нашего проекта. То есть, визами, билетами. Если бы не она, я думаю, что мы бы гостармировали только по Москве. Она с вами ездит вместе, как турменеджер. Да. В общем, это Даша. Вот. Ну, это, если туалет, конечно, вам интересен, мы можем вас с тобой проводить. В шоу-бизнесе невозможно, чтобы тебя никто не знал, чтобы ты никого не знал. То есть, в любом случае, тем более, если ты тусуешься, ходишь там по всяким клубам, по всяким местам, там, в Москве, неважно где. То есть, в любом-то, там, полгода мы жили в Америке, мы везде ходили, как бы, нас там многие знают, да, как бы, из наших знакомых, друзей. Вот. Но это не значит, что это близкие друзья. На самом деле, очень мало в мире встречается тех людей, с которыми ты вот так вот видишься. И с первого дня ты просто понимаешь, что это человек, который тебя понимает, с которым тебе интересно общаться. Да, пойдем, пойдем, пойдем в диск, 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 диск. Слушайте, вот этот вот диск, от нас, Ленка, любимый наш уголок, где мы очень любим себе пить чай. Это диск, который нам вручили, наверное, может быть, года четыре, наверное, назад, да? Да, где-то так. За миллион, за больше, за миллион или за более проданных копий по России. Платиновый диск. По России, да, на самом деле. Да, это первая плотина, да, по-моему, которым был русский артист. Который на русский, да, по-моему, да. Ну, а теперь, собственно, пошли переговорно уже к нашим непосредственным людям. Мало времени я провожу своими родителями, так получается, потому что, как бы, и у родителей бывают какие-то свои дела. То есть, например, я свободна, мама, например, у вас папа уезжает. Или наоборот. Мама свободна, я не могу. Вот, например, сейчас мама дома, у меня, как бы, сегодня целый день, как бы, загружен. Но стараюсь, как бы, если есть время, поговорить с родителями, поделиться, там, приехать в гости, их куда-нибудь, может быть, в кафе, в ресторан взять. Вот, обожаю друзей. То есть, как бы, это для меня, если меня знают, что у меня есть, например, свободный вечер, я всегда по-любому еду в сторону центра. И, там, один друг позвонит, там, подружка позвонит. Заезжай к нам, заезжай к нам, заезжай к нам. То есть, по-любому, я еду, общаюсь, мне нравится, как у меня люди, мне нравится эта жизнь, эмоции людей. Я ненавижу тех людей, которые начинают грузить, я стараюсь с такими не общаться. Я могу послушать проблему, но когда каждый день у людей проблемы, как бы, это невозможно. Уже каждый человек есть какие-то роли, я очень люблю вообще позитивных людей. Мы вот здесь встречаемся, и с Леной, если какие-то там моменты, всякие люди к нам приходят. Дорогая, садитесь, пожалуйста, за свой компьютер. Докладывайте. Это наш сейв, это наш сейв, где хранятся наличные деньги. Наши бабки. Не покупайте наши пиратские альбомы. А то у нас не будет такого зрения. Так, товарищ Волков, давай, докладывайте. Леночка, а можно вас попросить автограф? Ты что, обалдела? Что сюда за автографом пришла? Уберите. Так, короче, слушай, ты же знаешь, да, что сейчас мы смотрели, тем сначала, что в Германию. По-моему, в Задовне. Да ладно. Потому что в Задовне мы сколько песен поем? По-моему, там летит флипсайд, если, да, по-моему? Да. Да, летит флипсайд, мы с ним поем Гоминосай. Этот хэппи бёздый. Ты его. Да. А что любимая, кстати, песня, вот. Хэппи бёздый. Вот, потом, по-моему, с тобой поем Лабаутас там, да? Да, и... И Гоминосай, по-моему, получается такой оригинал. Они же сейчас хотят второй сингл запускать до Европы. Третий. Третий, точно. Потом мы летим в Америку, кстати. Да, по-моему, на четыре дня, что мы снимаем в Гоминосай? На три. На три дня мы снимаем в Гоминосай. И возвращаемся, так мы, в Германию. Нам что, надо репетировать с музыкантами? Да, потом в Италии. А в Италии что? А в Италии там вручение. Миланя. Да, точно. А потом возвращаемся, по-моему, к ней в Москву. Слушай, а потом к нам еще музыканты придают в Москву. У нас там какие-то репетиции начинаются. Четыре дня. За четыре дня мы должны стоить, на самом деле, репетировать. Потому что 11-12 Таллинн. Рига. Рига, да. Потом Чили 21-го числа. 28-го Питер. На Питере там вообще будет. Там все летят туда всякие японцы. Надо сейчас с пиротехникой разобраться. У девчонок очень большая нагрузка, на самом деле. Они большие работяги. Конечно, это требует колоссальной отдачи и силы. И все, конечно, переживаешь все время на телефоне, без конца с телефоном. Или смс, или звонок, или что-то. Ты где? Ты как? Ты долетела? Как себя чувствуешь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, слушайте, давайте вам расскажем про эту коробочку. О, это коробочка. Где-то, короче, было какое-то вручение, мы уже не помним, где в Европе. Нам сказали, что вот эту вот саму штуку нам на сцену вынести не могут. По каким причинам непонятна. Она очень тяжелая. В общем, собственно, мы приехали в Москву, нам ее выслали. Там вот такая штучка была. А там вот такая штучка была. Ну, не знаю, сколько она тяжелая, вроде как пока легкая. В общем, все равно приятно. Долго ржали. Все равно приятно. Ну, это вот, собственно, всякие. Ну, тут, короче, всякая пресса. О, а вот как это называется? Телескоп нам подарили фанаты, у нас были, когда, давно, туру по России, уже года три, наверное, назад, вот нам в каком-то городе подарили. Не помню, на Риске или где-то. Это что, и подглядывать за всеми. И я буду за вами смотреть, дорогие друзья. Вот, ну, это вот диски, 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 потому что очень много приходит людей на переговоры. Мы же такие деловые, мы расписываемся, вот. Поставляем автограф. Поставляем автограф. Фотки, журналы. Это тоже какая-то награда, по-моему. Ой, сколько улетать, блин, Америка, работа куча вообще. Ну что, пойдем к нашим-то? Был очень жесткий график, очень жесткий. Было безумное количество концертов в месяц. И, опять же, я думаю, что они это выдержали только благодаря возрасту своему, крайне юному, с одной стороны, да, с другой стороны, в общем, могло бы и по-другому что-то обернуться, но, тем не менее, выдержали. О, давайте вам расскажем про эту штуку. Вот это, на самом деле, вещь, которую, собственно, вы, наверное, слышали о том, что мы сейчас выпустили наш мерчендайзинг. Всякие вещи, шапочки, футболочки, штанишки, ручки, в общем, все это издается, на самом деле, в Китае. Но в Москве мы разработали план, вот, собственно, смотрите, склад, который будет в Москве. Шереметьево. Вот, Шереметьево, да, это вот пока, как мы все это дело видим, макет. Вот, мы хотим вот это, на самом деле, создать, построить, потому что очень много сейчас, на данный момент, заказов. Уже просто некуда все привозить, не хватает места. Просто этого остается не хватит. Просто этого не хватит. Чисто физически. Поехали. Радость в каждом поцелуе. Амиксин. Жизнь без герпеса. Я сейчас еду на фотосессию. Журнал «Алипом» с правом, да? Да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Не знаю, с чего начать. В шкафах у меня, на самом деле, всегда бардак. Жуткий причем. Вот, поэтому я оттуда вот так, ну вот, собственно, вот. Это всегда так, понимаете? Это вот всегда так вот просто вот. Вот так вот у нас происходит в этой жизни. Но тут-то еще так, более-менее. Вот. А здесь это вообще лучше не открывать. Вот этот вот шкаф, вот эта дверь. Тут тоже, вау, просто. Это палочка с моими пижамками. Сама любимая. Люблю пижамы. Обожаю. Мы подружки, но я, наверное, сказала бы так, что это в большей степени благодаря Ленкиному очень легкому характеру, очень жизнерадостному, солнечному. Она просто сама по себе такой человек. Мне не кажется, что это моя заслуга, потому что специально ничего не выстраивала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok